итак мы продолжаем восстанавливать восстанавливать памяти на события после Лазаревского мы выдвинулись в Туапсе где в спортивной школе номер один города Туапсе проводит свои занятия тренер Джамбалет Нагучев это достаточно тоже известная личность в области сегодняшнего российского соревновательного дзюдо спортивного и много его воспитанников уже зарекомендовали себя как спортсмена самого высокого уровня могу перечислить, это на сегодняшний день один из лидеров весовой категории 90 килограмм Михаил Игольников также дети Джамбалета Нагучева выступают очень хорошо много чемпионов Европы, мира, чемпионов России, первенств России учеников много, все об этом знают и поэтому наше пребывание в этой школе, причем мы приехали туда с колес прям мы приехали с колес и приехали воскресенье и воскресенье это был день борьбы мы приехали и сразу вот перерыв между первой группой день борьбы так там утром были взрослые а после них час перерыва было такого, точнее не перерыва, но почти перерыва и приехали потом дети, младший возраст и мы вот в этом промежутке удостоились чести, я скажу так была предоставлена возможность была предоставлена возможность в этом промежутке продемонстрировать двум группам да, мы практически захватили две группы и старшую, и младшую, которая подошла продемонстрировать то, что мы хотели рассказать то, о чем мы хотели рассказать большое спасибо за это Джамбалету что он вот так если, допустим, в Таганроге, в Анапе и в Лазаревском меня знали очень хорошо я уже был там, как бы и со мной общались и знаю, что то в Туапсе я был знаком но, как это называется заочно заочно, на расстоянии с Джамбалетом и то, как воспринял вот это желание что-то продемонстрировать не идущее, так сказать, в канву не входящее вот того, что что преподается там то есть, как бы не знали особо, что поэтому я, честно говоря, был очень но там же Туапсе, как я понял, что там курортный город и со всей страны курортный индустриальный такой нет, я имею в виду, со всей страны приезжают группы и там они в этом месте очень сильно привезут да, Туапсе сегодня то есть, у них как учебка получается да то есть, совершенно другой подход но не подход а очень много количества людей и у них опыт колоссальный потому что спортсмены тренера привозят группы группы, группы, группы и у них каждый раз вот это вот обновление идет и методика преподавания колоссальная там у них вот по борьбе вот все прям по секундомеру все так отлажено да, и хочу сказать, что основатели Туапсинской так называемой школы дзюдо и самбо это отец Дмитрия Морозова сегодняшнего тренера сборной России по дзюдо его отец Евгений Морозов и Александр Ашкенази Александр Ашкенази сейчас живет в Израиле уже там с начала 90-х годов и тоже там достаточно зарекомендовался как опытный специалист много воспитанников его из СССР тогда хорошо выступали в соревновательном дзюдо из Израиля а последователи это вот как раз таки вот Джамбалет Нагучев который подхватил вот это ну линию, да так называемую и нам там оказаться в этой в этой практически Мекке так называем Мекка вот этого спортивной подготовки спортивной подготовки причем высочайшего уровня нам оказаться и продемонстрировать метод дзюно-ката метод сувари-вадза и то, что рассказал Андрей да, как так сказать дал припосыдки к тому, что можно адаптацию делать технику дзюдо хотя как мы уже много говорим что многие об этом знали и потом в беседе Джамбалет об этом сказал что что он со стороны разглядел да вот в этих вот всех движениях соревновательную часть и он понимал но у него опыт колоссальный конечно но радость такая была ой, это же оттуда это оттуда да, да, да но мы как бы показали немножко с другой стороны вход то есть мы пришли в здание в то же но немножко с другой стороны да нет с той же ну или с той же ну, что хочу сказать что большая честно говоря была вот такой когда мы Джамбалет посадил всех воспитанников это после дня борьбы взрослых да, ребят многие из них ну, представьте да призеры России чемпионы России призеры мира Европы чемпионы что нам тут покажут и мы такие стоим конечно, их взгляд был такой немножко сначала непонятный скептический и даже я показывая дзюну кота рассказывая и попытался показать им чтобы они потом попробовали сделать первую технику из дзюну кота и из всех кто собрался а собралось недостаточное количество было, ребят только один встал и попробовал но потом, когда я слово дал Владу Влад как-то их раскачал и потом сам Джамбалет сказал давайте, ребят включайтесь и, кстати, спасибо большое тоже и Александр Колесник который всем известный тоже дзюдоист ученик Нагучева он по старшей паре он тоже сказал что вы, ребят сидите тоже как бы включаетесь получилось как бы интересно все поборолись свою программу выполнили у нас как дополнительная программа и проявили демократию скажем так опять АВКС и ребята сидели просто смотрели просто слушали хорошо слушали да, Романа все послушали я тоже Романа послушал посмотрел на все со стороны там трезвого взгляда и что получилось не стал свое давать а вот как Роман сказал что ребята то, что вы прослушали у вас вообще не останется ничего ну просто ну провели хорошо там эти 20 минут но закрепите попробуйте пропустите через себя и удалось всех с трибун да, да вывести снова на татами спустя день борьбы и они даже лучше получилось чем вот ну как не то что лучше хуже нельзя так говорить но получилось по-другому но качественно и смогли мы вовлечь в процесс то есть они попробовали и что получилось что благодаря вот этим упражнениям они смогли бы еще один день борьбы продержаться то есть это настолько не в нагрузку а именно восстановление и мы потом тоже в следующем наверное скажем что какие вот что мы смотрим и сами понимаем и рассказываем что в принципе взгляд замыливается же ты делал всегда там 10-20 лет так же как передвижение для меня это как норма а для людей было что-то такое необычное ну да да и вот этот опять к слову хочу сказать мы потом уже ехали когда обратно в дороге да и вот такой момент что понятно что допустим если я показывал дзюдо кота что практически никому неизвестно неизвестно нет ну смотри мы говорим о том что мы окунулись в среду соревновательного дзюдо и я не говорю о себе сейчас а говорю о Владе мы как-то сказали и вдруг в эту соревновательную среду как это впадает или как каллигаторам да знаешь такой бух и упал на тотемь такой айкидоист и вот этот вопрос а что он здесь делает типа но несмотря на это те техники которые показывал Влад они очень гармонично вписались вообще в весь процесс это еще раз говорит о том что для улучшения наверное все таки познаний в области боевых искусств некая такая открытость открытость да открытость и восприятие как губка понятно что потом можно что-то вычленять ну что-то тебе понравилось да что-то ты знал допустим но повторил это очень здорово а откуда ноги-то растут мы же про это говорили или не говорили что мы с Романом да ну как мы с Романом я так у себя раз Роман у себя в Москве делал как семинар назвали просто достижение его и туда приезжали мастера да с многолетним опытом по дзюдо по карате по айкидо по йоге по ножевому бою скажем так и вот это и каждый показывал по 20 минут и это ну как показывал что хотел то и показывал что считал нужным скажем так и мы с этих семинаров я очень много взял в свой учебный процесс то есть очень этому угадали и вот наш тур так называемый он получился как продолжение то есть не приезжает в одно место а соответственно специалисты поехали по разным местам и здесь что мы сразу подготовка то у нас как было сразу приехали сразу сделали сразу погуляли по ужинали и сразу уехали да получилось что мы не распаковывались не запаковывались то есть у нас градус как это не то что гостеприимство а градус вот как это сказать собранности собранности концентрации да повышался и мы могли уже быстро то есть навык отрабатывался потому что и задача стояла не научить кого-то мы потом я тоже себя это все так восстановил я все время об этом говорил ой ребят нет наша задача не стоит научить наша задача показать да потому что научить но и все irim нужно время конечно мы на самомoral задаче стояла показать а иногда вот так Так как хочется сразу научить, но опять же, тоже стоят чемпионы мира, чему их научить, скажем так, да? Только чемпиона учить, только ученого учить, только. Но в этом, кстати, большой... Поэтому мы не учили никого там. Конечно же, но большая заслуга Джамбалета Нагучева в том, заключается, вот как педагога, который все-таки увидел, наверное, вот то, что... Мы же как... Это же было тоже, наши приезды все были достаточно спонтанные. То есть, была идея поехать. Были разосланы смс, и приняты эти смс, что мы ждем. И быстро это было. И быстро принято. И мы ехали... То есть, и кто нас встречал, не знали, что будет. И мы не знали. И мы не знали, с кем мы будем иметь дело, конкретно кому показывать. Но уже то, то Амакасе, то доверие, которое было к нам оказано, мы восприняли, мы понимали то, что все будет вообще шикарно. И это еще раз доказало ТОПСЕ. И после того, как это было тепло встречено с руководством, тренерским коллективом, и то, как детьми и спортсменами, которые там занимались, которые все-таки проявили... Фотографировались. Да, и потом фотографии, и какое-то общение. И после... Просто прекрасный ужин, который был... В кафе на берегу. В кафе на берегу моря, в центре города. И за ужином беседы и о дзюдо, и о жизни. И вообще, это был, на самом деле, большой-большой... Вот я скажу так. С одной стороны, я ехал что-то показать, а с другой стороны, не столько я показал, сколько я увидел и получил больше от всего этого. Вот такого урока для себя в качестве общения с людьми, и как люди воспринимают все. И туапсе, большая благодарность за прием, за чуткое вот такое... Ну, я думаю, что все-таки это было взаимно. Как бы взаимное макосе. Да? Я люблю туапсы, и надеюсь, что это взаимно. Да. Вот. Так что, ну, смотрите, видео будет про эту тренировку. Плюс мы сделали там интервью с Джамбалетом Нагучевым. Тоже интересное интервью. Он интересно рассказывает на... Или отвечает, раскрывает некоторые интересные вопросы, которые мы ему задали. Вот. Так что, такие дела. И мы отправились куда? И мы отправились вообще из туапсе. Мы отправились в колыбель практически... А на самом деле колыбель российского... Ну, то есть, мы так называем советского российского дзюдо. Колыбель в каком смысле? Потому что это место, откуда вышел воспитанник, первый олимпийский чемпион. Ух ты! Это город Майкоп. О нем мы поговорим в следующей части. Олимпийский чемпионат. Олимпийский чемпионат. Олимпийский чемпионат. Олимпийский чемпионат. Олимпийский чемпионат. Олимпийский чемпионат. Продолжение следует...